Всем привет! Сегодня буду стирать подушки с шелковым наполнителем. Самое интересное, подушки дорогие, а стирать их как? Не написано. Вот дешевая подушка, 35 этикеток. Как постирать, как посушить, все есть. А на дорогой подушке с шелковым наполнителем ничего, ни одной этикетки, только фирма и все. И как хочешь, так и стирай. Так, значит здесь ручная стирка подходит, и машинная стирка, и любые обороты. 30 градусов. Определяю подушку туда. Подушку засовываю одну, включаю 30 градусов. Синтетика, потому что у меня подушка синтетическая. Здесь основной отсек для стирки. Немного. У меня концентрат, я всегда немного кладу. Все, включаю стирку. Стирать буду два раза. Один раз с порошком, другой раз без порошком. Цикл закончился. Включаю второй, уже без порошка. Просто чистой водой буду стирать. Все, два раза постирала. Сначала сушу, а потом буду ее расправлять. Она как-то у меня разъединилась. Ладно, все потом. По такому же принципу буду стирать шелковую. Девочки, отпишитесь, пожалуйста, вдруг кто-то стирал. Если испорчу, то только одну. Так же буду стирать чуть-чуть геля, концентрата. Один цикл закончился. Включаю второй цикл, чтобы выстиралась вся шампунька. Постирала подушку и вышла. Подушку можно выкидывать. Она даже на подушку не похожа. Сегодня неудачный день. Ни одна подушка хорошо не постиралась. Ужас. Шелковая подушка. Ночь она провисела. Мокрая. Ее стиралка не стала выжимать. Бросила на середине дороги. Если вещь какая-то набирает много воды и там превышает, допустим, норму, у меня просто стиралка останавливается. И говорит, я не буду больше стирать. Вот так она вчера остановила вот эту одну маленькую подушку. Видимо, шелк взял в себя столько много воды. В итоге постирала плохо. Один вариант. Или выкинуть, или уже распороть и посмотреть, что там внутри. Постирать отдельно наволочку. И саму внутрь. Я распорю вот здесь. Самое интересное, у меня такие еще шелковые одеяла есть. И что с ними делать? В химчистку я не хочу их нести. Я распорола. Теперь вытащу. Самое интересное, вот шелковые подушки, они служат очень долго. Вот моим подушкам шелковым, ну, лет девять. И долго они остаются вот такими пышненькими, хорошенькими. Синтетическая подушка, она уже вот один год даже не выдерживает. Какая подушка у меня. Теперь отдельно постирали. Вот эту начинку. И отдельно наволочку постирали. Ну, посмотрю, что получится. А что уже делать? Чем отнести ее в химчистку, я лучше новую куплю. Тем более служит она долго. Подушка натуральная. Это не пух, не перо и не синтетика. Для кожи лица полезно. Да вообще просто приятно понимать, что ты спишь на шелковой подушке. Я так думаю, что, наверное, их никто не стирает. Потому что постирать, это выкинуть. Я вот стирала на синтетике, значит, у меня неправильно был выбран режим. Беру джинсы и буду стирать на джинсах. Включаю просто без порошка, потому что порошок уже был там. Мне надо, чтобы просто она постиралась и хорошо отжалась. Вот так выглядит моя начиночка. Вытаскиваю с ушел. Кошмар. Теперь даже интересно, как сделана эта подушка шелковая. Вот она какими-то слоями такими лежит. Они друг к дружке прилипли. Не отклеивается. Здесь какой-то у меня получился такой завиток. Зугугуль. Порвать-то нельзя. Шелк же очень прочный. И вот тут-то вышел капрят. Это вот их коконы так разматывают. И подухи делают, одеялки. Вот у меня такой комплект. И одеяла, и подухи. Причем я их не стирала никогда. Но сейчас уже верхняя часть стала такая грязная. Что невозможно. Было не постирать. Так, разобрала. Сушу. Эту штуку. Растягивается. Такая нежная, пушистая штука. Очень нежненькая. Сушу. Так оно быстрее у меня высохнет. И потом я его распушу. Но уже придумала, как постирать теперь одеяло. Мысли пришла. В процессе. Красота. Нежная. Здесь у меня уже кардинальный метод. Новую подушку сшить. Разобрать. И сшить заново. Вот так распушила я подкладку. Шелковую. Релакс прям. Так хорошо распушается. Складываю опять. У меня получится опять большущая подушечка. Вот. И засовываю в наволоку. Наволоку отдельно постирала. Погладила. Все. Вот такая подушка у меня стала. Вот такая была. И вот такая стала. Самое интересное. Вот эта синтетическая подушка. Которую можно стирать. Но вот она превратилась в какую-то кривую штуку. Здесь тоже придется распарывать. Вот синтетические подушки. Реально их дешевле пойти купить. Они сейчас 500 рублей стоят. Вот такая хорошего качества подушка. Что ее тут стирать. Я сейчас ее открою тоже. Посмотрю, что там у нее внутри. Разорвалась на две части получается моя подушка. Вот. Вот он подсох у меня. Я беру вот эти все кусочки и вот так разбираю. Затолкала весь пух. Разобрала. Теперь здесь зашью. Но подушка не стала такой ровной, красивой, как была изначально. Да, она стала упругой, пружинистой, но не гладкой. Она прям как вся в бородавках. Вот шелковые подушки благодарные на стирку. Их постирала, распушила. И они хорошенькие. Что не скажешь а синтетические. Она вся прям как в бородавку стала. Нет, она нормальная так, но не стала ровненькой. Хотя изначально она не была вот в таких бородавочках. Она ровная была. Ну ладно, чистая. Один раз постираю, в следующий раз уже можно новую покупать. Потому что вторую стирку она просто не выдержит. А шелковые очень даже. И чистые, и пушистые. И хорошо распушаются. Прям вот в два раза. Стал толще. Теперь постираю одеялко. Если спросите, стирать ли шелковую начинку в шелковой подушке, шелк вот этот внутренний, или нет, я скажу стирать. Потому что подушка, сколько она плохих снов видела, негативных эмоций. Их же надо смыть. Поэтому не только чехол, но и внутренность я стираю. Буду стирать. И шелковую теперь вот сейчас эту распорю сразу изначально. И постираю по отдельности. Отдельно внутренности, отдельно чехол. И проспушу. Распорола подушку, еще не стирала. Как выглядит шелковая начинка. Не стирная. В общем-то она и не портится. Сама такая вся, посбившаяся. Ну что, подушки постирал. Всем пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok